Уважаемые председательствующие, дамы и господа, большое спасибо за эту возможность выступить в Петербурге перед вами для того, чтобы представить наши данные по эволюции АЛПС, и я буду в основном говорить о технических аспектах безопасности. Итак, вначале я хочу сказать, что такое АЛПС. АЛПС – это акроним. Это переводится как двухэтапная резекция печени у больных с метастазами колоректального рака. Германская группа исследователей описала это в первый раз, и вы видите здесь расшифровку. Также вы видите, сама операция представлена, что она собой представляет. Гипертрофия в течение 1-2 недель мы удаляем часть печени. И основное преимущество, что у нас повышается резективность значительно по сравнению с двухстадийной гипертаминей, которая гораздо ниже находится на больническом уровне. Я думаю, что мы согласимся, что это основная идея, значительная инновация, если мы это будем делать несколько по-другому. И с тех пор мы провели довольно много таких операций и, соответственно, исследований. Вы видите, количество увеличивается. Основная часть разработки этой процедуры отражена в международном регистре, который в 2019 году был образован. Я бы хотел пригласить всех вас тоже зарегистрироваться в этом регистре, для того, чтобы получить возможность доступа и воспользоваться всеми данными регистра. Это официальный веб-сайт этого регистра. Между тем, у нас уже есть почти тысяча случаев зарегистрировано в этом регистре из 134 центов в разных странах. В основном это метастазы колоректальной печени большинство, большая часть информации. Затем есть IHCC, PHCC, затем еще есть несколько других видов операций. Первый приоритет для нас по каждой новой процедуре, которая предлагается для хирургии, это безопасность. И в Альпс на начальном этапе у нас было 20% смертность в комбинации с общей смертностью. И мы просто отбрали всех пациентов, которые мы анализировали. Затем мы провели широтные исследования, более 10 случаев за 3 года. И при таком критерии включения только 16 случаев, участвовало 16 центров и только 492 случая 2009 года до 2016 года, вот в этот период времени. Что мы сделали, это не просто взяли данные из регистра, мы также попытались улучшить данные в регистре, оптимизировать. Мы связались на самом деле с каждым из них 16 центров для того, чтобы в ходе такого общения, беседы и работы с ними улучшить данные, которые содержатся в регистре, улучшить исходные, сырые, как мы говорим, данные, а также заполнить пробелы, чтобы у нас была повышена целостность данных с 86% до 97%, что и требуется для этого регистра. Наиболее интересное из обнаруженных фактов – это то, что мы видели абсолютно впечатляющую падение. Мы видели значительное падение за 90 дней, как вы видите на графике, это было также совмещено с межстадийной смертностью, которая также уменьшилась, и уменьшилось количество осложнений. Следующий вопрос был, почему мы это наблюдаем. Поэтому мы создали три аналитические категории, выбрали пациентов, подобрали пациентов по интерстадийно, по другим видам, чтобы все эти три столпа проанализировать. И это было очень интересно посмотреть, что индикаторы колоректальные у нас превалировали по количеству, увеличились с 2009 по 2015 год. Бильярдные опухоли уменьшились в количестве, другие не очень менялись за период времени. Что происходит в межстадийной фазе, между стадией 1 и стадией 2? Мы наблюдали, что тесты на функцию печени увеличились значительно за это время, и также интервал вырос. Мы начинали примерно с 7 дней, а и закончили 10-12 дней у нас уже получается. А также, что мы сделали, мы опросили все эти центры, насчет того, что они модифицировали, что они улучшили за весь этот длительный период, какие модификации. И здесь вы видите на этом графике, за 5 лет классические процедуры значительно уменьшились в частоте применения по сравнению с модифицированными, которые увеличились. Модифицированные, то, что мы называем модифицированными ALPS, также мы подразделяем частичные и мини-ALPS, которые, я еще расскажу, чем отличается процедура, лапароскопический ALPS и также турникет ALPS, также увеличились. Таким образом, мы разработали шкалу оценки для того, чтобы прописать фактор риска для каждого, насколько он взрастает между 1 и 2 стадией. Мы обнаружили также другие виды раков, которые могут давать метастазы, особенно это касается билярных, которые также могут повысить риск, прежде чем стадия 2. До второй стадии, нулевой билирубин, креатинин, межстадийные усложнения, кульмативный риск были самые высокие. Это был самый высокий риск перед стадией 2. И, используя эту шкалу рисков для всех пациентов, для их анализа, мы увидели здесь значительное снижение, которое соответствует снижению смертности и снижению осложнений. Итак, это был просто общий обзор всех категорий, которые мы опланировали в рамках этого анализа. Возраст, сердечно-сосудистые заболевания, билярные опухоли, классические ас, трансфузии, межстадийные и билярубам в сыворотке, и также межстадийные осложнения. Все это снизилось в течение этого периода времени, тогда как метастазы в колоректальную печень, и химиотерапия, и зачистку остатков печени, и дельта осифиляр, который означает разность осифиляр до стадии 1, до стадии 2, это были защитные факторы, как оказалось. Это все описательные, дескриптивные данные. Вот затем мы провели сложный регрессионный анализ для того, чтобы определить риск до стадии 1, имели инвазильный альпс для того, чтобы дать прогноз смертности до 90-го дня, и также межстадийные осложнения. И мы суммировали все эти результаты, мы видели, что выбор пациента и техническая модификация приводили к повышению безопасности Альпы в течение времени. Эти данные также подтвердились исследованием, которое мы провели здесь, когда все центры мы спросили, что они модифицировали. Как вы видите, все центры модифицировали выбор пациентов, и техника Альпы была также изменена в большинстве центров. И все эти центры согласились, что такая корректировка риска действительно увеличила безопасность этой процедуры. Теперь я бы хотел сказать несколько слов о менее инвазивном варианте Альпс. Мы уже слышали о докладе Альпса. Конечно, это также вариант, который менее инвазивен, но существуют дополнительные варианты, например, лапароскопические Альпы, тоники Альпса, когда мы выместаем ее в плоскость транзекции, и частичные Альпса, когда мы только частично иссякаем паренхемы печени, пиви Альпс и частичные Альпсы и их комбинации. А теперь возникает вопрос, частичная транзекция печени достаточна ли для достижения достаточной гипотрофии? Мы проводили три анализа в трех организациях совместно с нашими друзьями из Скандинавии. Мы увидели, что частичная транзекция паренхемии приводит к гипотрофии печени, что похоже на полное иссечение паренхемии. И также, поскольку теперь мы находимся на онкологическом форуме, я должен, конечно, рассказать об онкологических результатах. Хочу начать с вопроса. Мы действительно не имеем хорошие данные, но мы знаем по первому международной конференции по консенсусу, которая была проведена в Гамбурге год назад, что колоректальные метастазы в печень являются рекомендуемыми показателями, и новое дивантное лечение рекомендуется до начала АЛПС. И действительно, у нас есть очень много ретроспективных серий с различными результатами, и это, возможно, самый высокий уклон при выборе. И мы не знаем, как можно сравнивать вот эти исследования. И это одни из данных, которые я хочу показать. Это еще не опубликованные данные. У нас есть проблемы для того, чтобы включить их в регистр. И здесь мы попытались взять базу данных по гипотектомии второй стадии, и мы пытались сравнить эти данные с регистром АЛПС. И мы здесь видим, например, для общей выживаемости, у нас нет никакой разницы в результате. И основной недостаток АЛПС заключается в том, что у нас есть информация о резекции R0 и R1 в этом регистре. А что касается в базе данных по исследованию, у нас нет этих данных. У нас есть только данные, излечивается это или нет. И очень сложно сравнивать эту информацию в этом случае. Еще один анализ. Мы попытались его проводить. Это очень старые данные. И мы могли только проанализировать. Это было опубликовано в 2014 году. Мы сравнивали ли гистер АЛПС, возможно, с наиболее или самой крупной серией гипотектомии второй стадии. Это группа Андерсон. 24 месяца здесь срока. И мы видим, может быть, мы можем сравнить онкологический результат. Вполне возможно, что он сравним. Итак, в заключение хочу сказать, что снижение 90-дневной смертности во времени составляет 4%. И это большое достижение ВАЛПС. И менее 5% можно рассматривать как стандарт для хирургии печени. И второе – выбор пациентов и использование менее инвазивного АЛПС. И остается вопрос относительно онкологического результата. Вполне возможно, это так же успешно, как гипотектомия второй стадии. Но необходимо дальнейшие исследования. Особенно, что касается рандомизированных контрольных исследований уровня 1. Спасибо. Я хочу пригласить всех вас на Всемирный конгресс HBBA, который пройдет в Женеве на будущий год. Продолжение следует...